Информация о том, что у главного в городе пассажирского перевозчика проблемы, согласитесь, не из приятных. Народ сразу забеспокоился и в виртуальном мире, и в социальных сетях, и в реальности на остановках. Уж не придется ли пересаживаться на коммерческий транспорт? Пока не придется. И главное доказательство тому вот, автобусы и троллейбусы ездят, пассажиров возят. Собственно говоря, арест счетов муниципального предприятия городского округа Саранск Горэлектротранс дело не сегодняшнего дня и даже не вчерашнего. К моменту, когда общественность успела обеспокоиться, вопрос уже решили. Пассажиры проблем не заметили. На самом деле, повода для беспокойства никакого нет. Да, у нас были арестованы счета решением налоговой службы. В конце марта месяца мы это все успешно погасили. И 1 апреля вышло постановление об отмене ареста на имущество налогоплательщика. Собственно говоря, это никак не повлияло ни на жизнь предприятия, ни на жизнь деятельности города. Все автобусы и троллейбусы выходили согласно своих графиков. Выбились из графика платежи по налогам. Вот причина ареста санкционированного прокуратурой. Сумма долга составила 22,5 миллиона рублей. Специалисты считают, что благоприятный для предприятия исход напрямую связан с его исключительной социальной значимостью. Что не снимает, впрочем, системных вопросов. Если бы это было обычное предприятие, то, наверное, следовало бы за этим подача заявлений на банкротство. Но так как кто будет тогда в этом случае перевозить, остается вопрос открытым. Скорее всего, вот такие меры направлены на то, чтобы арестовать имущество. Опять же, его не изъяли, просто арестовали. Они погасили этот долг. Сейчас опять работать будут дальше. Ну, это как бы временное решение проблемы. Все же как бы понимают, в чем проблема-то у нас. Потому что тарифы на перевозки, они, в принципе, экономически не обоснованы. Но, коль скоро у нас утверждает такие тарифы, наверное, бюджет должен компенсировать эту разницу. Павел Степаненко, Константин Соколов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин